Первый этап это мы мясо, оно у нас уже красивое, зачищенное. Нам нужно его посолить, поперчить, поджарить с нашими специями и отправляем его в духовку. В это время мы должны отварить яйцо, смятку, мы должны сделать зеленое масло с петрушки и, собственно, сделать соус на вителло. Друзья, всем привет! С вами снова Роман Чегло и канал «Время. Деньги и еда». И сегодня у нас в гостях шеф-повар ресторана «Де Лини» Николай Карпенко. Привет. Здравствуйте. Привет. Рассказывай, что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы готовим вителло тонато, итальянское блюдо, но не в классический ее рецепт. Это интерпретация. Почему я сказал интерпретация? Потому что в классике используется мясо и соус, ну там каперсы, оливки, оливковое масло. Здесь мы добавим немножко микса салата к этой закуске. Первый этап это мы мясо, оно уже у нас красивое, зачищенное. Нам нужно его посолить, поперчить, поджарить с нашими специями и отправляем его в духовку. Запекаем на определенной температуре до определенного градуса внутри. До какого градуса внутри мы запекаем? Мясо? Да. 54-55 градуса? Ну чуть-чуть больше, 57. Но оно когда полежит дойдет до 57. Да, да, да. Нам нужно 57-58 градусов. Та-дам, та-дам, я знаю. Пока у нас запекается мясо, мы его достанем, оно будет отдыхать. В это время мы должны отварить яйцо всмятку, мы должны сделать зеленое масло с петрушки и, собственно, сделать соус на Виттелло. Слушай. Если делать это все быстро, это... Сколько это займет времени? Полчаса на все про все. Да ладно? Наша задача приготовить все, пока запекается мясо. Ну, хорошо. Смотри. Чтобы узнать, сколько времени у нас действительно уйдет на это все, потому что, ну, на самом деле, я это буду готовить впервые, это блюдо. Мы включаем секундомер. И для того, чтобы узнать, сколько это блюдо нам обойдется в стоимости, мы все ингредиенты будем еще взвешивать. Главное не пропустить. Окей? Поехали. Что делаем? Берем мясо. Да. Солим, перчим и на сковородку. Сковородку оливковое масло добавляем или подсолнечное? Добавляем подсолнечное масло. Подсолнечное. Можно жарить на оливковом второго отжима, оно используется для жарки. Готовить буду я. Коля будет только подсказывать и что, учить, показывать, как правильно это делать. Потому что, если я это смогу сделать дома, значит и вы это точно сможете делать дома. Все. Ну, солить и перчить мясо. Так, чтобы с корочкой... Так, чтобы было тебе вкусно. Да, хорошо поперчи и руками это все вботри. Вбить, да, скажем так, чтобы оно там осталось, да? Все достаточно. Есть разные технологии, в которых применяется техника соления, вообще после жарки, есть до жарки. В данном случае мы солим сразу. Соль способствует выделению... Соков. Соков, да. Если у нас говядина, телятина, да, она свежая, из только зарезанного бычка. Если моментально приготовить это мясо, это не будет лучшее мясо, лучшая вырезка, которую можно приготовить. Ее нужно на сегодняшний день выдерживать, есть выдержка мяса, она есть влажная, она есть сухая, это вызревание мясо называется. И если даже без вызревания, то просто полежать этой вырезке два дня, она отдаст лишний сок, она не будет потом просто так амортизировать. Само мясо, оно будет просто мягче. А где его лучше выдерживать? В холодильнике. Просто в холодильнике? В холодильнике, на салфетках, на полотенцах. Ничем не заворачивать? Ничем не заворачивать. Если это домашний холодильник, можно чем-то накрыть, типа, крышкой. Так, все, сковородка разогрелась, да? На максимум, правильно? Мы запечатываем. Да, мы запечатываем. То есть нам нужно дать просто корочку. Дать в корочку и дать запах. С помощью того, что сейчас мы добавим чуть-чуть позже сливочное, розмарин. Ну, а это... И чеснок. Чеснок разбиваем ножиком тогда, или так, ручкой, да. Ну, мы добавляем сливочное масло, когда обжарится уже со всех сторон, когда появится корка. Да, да, да. Ну вот, мы забыли взвесить мясо, но мы его обжарим и взвесим. Я думаю, он немного потеряет, да, там? Ну, сейчас не успеет. Не успеет? Да. Ты уже можешь бросать сюда сливочное масло. Уже? Да. Так, а с той стороны? В сторону. А ты его будешь поливать сейчас... В масло? А, в масло. Ну, масло 10 грамм. Там 10 грамм. Тут чеснока 3 грамма. Все, бросаем? Да. Чтобы оно напиталось чесноком? 2 грамма розмарина. Розмарин тоже бросаем? Уже? Уже бросай туда в масло, да. Отлично. И вот так постоянно перемешиваем, да. Мало масла, наверное. Сюда его ближе сливочного, да, можем добавить. Оп. Все, сейчас пойдет то, что нужно. Все, в принципе, можем отправлять мясо в духовку. Но мы его заматываем в фольгу или просто? В фольгу, да. Подожди, давай еще вот здесь, с этой стороны запечатаем. Чуть-чуть. Под низ мы ложим розмарин и чеснок. Ага. Раз. Все, выключаем. И вот так вот мы ее... Оп. Так, заворачиваем ее плотно. Да, как, как. Как нравится. Не, можно не плотно. Вот так просто заверни, да. Главное, чтобы не порвалось. Да, да. Вот так. Все, теперь мы это... Клац. Оп. Итого мясо у нас 484 грамма. Дальше. Мы мясо завернули, теперь вставляем градусник, да? Самое толстое место, да. Щит. Мы выставляем градусник на 57 и достанем наше мяско, когда оно дойдет до 57. Оп. Теперь в духовочку клац. Оп. Оп. Все. 160 градусов. Вверх-вниз. До 57. Что мы делаем дальше? Дальше мы бланшируем петрушку, бросаем ее в лед и варим в этой же воде каицы. Я понял. То есть мы сейчас на максимум? На максимум, до кипения. До кипения. Сколько мы будем использовать анчоуса? Анчоуса мы используем полторы вот этих штучки, но попробуем потом, что получилось, возможно, добавим. 9 грамм анчоуса. 9 грамм анчоуса, 2 яйца. Оп. Здесь у нас 150 грамм тунца с маслом. С маслом, но используем мы будем без масла, а потом масло, если что, добавим. И не во всех банках консервировано тунца, используют масло. В некоторых... В собственном соку. Такой сок, да, водичка. Чудо-тунец. Сколько здесь есть? Трошка тунца. Тут не будет и грамма. Ну, я понял. Пару грамм. Окей. Но вопрос. Мы готовим из обычных, скажем, компонентов, ингредиентов, которые можно купить где угодно. То есть, эту стружку тунца можно купить просто в интернете? Можно купить в интернете, да. Крутяк. Дальше. Каперсы мы все используем. Значит, 15 грамм каперсов. Петрушки. 25 грамм петрушки. На кринелло. 5 грамм. 5 грамм. 1 грамм кориандра. 1 грамм кориандра возьмем, да? 0. 1, 2. 45. 40? 40. Слушай, у тебя глаз набит уже как надо. Салата 20 грамм. Лайм мы весь используем? Лайм мы используем половинку для сока, половинку цедры. Весь? Да, весь. 104 грамма лайма. Все. Мы бланчируем петрушку. Ааа. И нам нужен лед. Лед в холодильнике. Поехали. Чик. Чик. Сколько нам льда нужно? Ну, жменью. Жменью, да? Чтобы охладить воду. Опа. Оп, весь. Еще? Нет, нет, все нормально. Нормально, хватит. Сколько петрушек? Сделать меньше температуру немножко. Бросаем туда петрушку буквально на 2-3 секунды. Чем мы достаем ее? Достаем щипцами. И сразу в лед, чтобы остановить. На 2-3 секунды? Процесс. Так, может, вот так сделать, чтобы не ловить ее? Да, может, так. Подарим ее вот так. Оп. Еще, еще, еще. Еще, еще. Еще, еще. Два. Еще секунды. Три. Да. Все, доставать? Оп и сюда, да? Да. Все. Все, про это забыли пока что. Бросаем яйца. И засекаем по времени минуту. А почему минуты? Немножко даже не доварится, ничего страшного. Нам нужен живой желток. И расскажи, чтобы чистилось хорошо, как под воду, все-таки куча разных способов. Сразу нужно дать перепад температуре. То есть горячей воды сразу холодно. Те главное остановить процесс варенья. Процесс варенья, да. Нам сейчас они понадобятся через минуту, пока мы подготавливаем все для самого соуса. Оливковое масло. Экстравиджи. Сюда выливаем? Да. Сюда выливаем. Добавляем тунец. Тунец, да? Да, но стараемся без масла сейчас. Туда добавляем вилкой. Угу. Бульк. Весь тунец? Весь тунец, да. Это мы сейчас еще добавим. Посмотрим, какое будет сопротивление нашему инструменту оказывать данные продукты. Теперь нам нужно 20-25 грамм лука. Мы сейчас его почистим. Взвесим, смотри. Оп. 11. Еще? Да, еще чуть-чуть, да. Еще кусочек. Угу. Да, вот так. 18. Да. Все? Да. Размельчить его немного? Просто пополам. Хорошо. Раз, два. Так будет легче. Чик. Чеснок добавляем? Нет, чеснок не добавляем. Добавляем каперсы. Упал. Все? Да. Или по чуть-чуть? Каперсы добавляем все. Ворчестер и соевый соус. Соевого соуса давай столовую ложку. Соевый. Ну здесь вот смотри. Ты перед ним как выливаешь, да? Да, правильно. Давай вот так. Можешь оттормаживать ложку. Это соевый. Одну. Угу. Все? Да, пока достаточно. И где-то пол ложки ворчестера. Вот так? Да. Угу. Добавляем наш шанчоуз, но давай, наверное... Вот смотри, вот так вот мы разделили вот так. Отлично, да. Супер, супер, да. Да? И это мы сюда. Это сюда, это сюда. Оп. А теперь лайм. Половинку для сока, чтобы чисто выжить сок. Половинку мы трем на терку, как цедру. Весь сок выжимаем? Да. Все, хватит, хватит. Хватит? Угу. Есть. Так. Чик, что мы делаем? Чистим яйцо? Аккуратненько, да. Чтобы ты его не разорвал. А, да? Даже так. А я так думал уже просто. Чик, чик. Я предлагаю, если порвется, можно ложкой его оттуда достать. Можно. Но не нужно. Бабушка так учила. Бабушка? Да. Слушай, ты в ресторане готовишь все рецепты, которые бабушка учила? Некоторые практикуют. А дед ты учился? В кулинарном училище. Но училище – это так. Это база. База, да. Самую лучшую школу в нашей стране можно получить только в ресторане. И то в хорошем ресторане. Мне повезло. Я поулыбался своему мастеру в первый же день. Я ей понравился. Она меня отправила в самый лучший свой ресторан, который у нее был. Мне попался хороший шеф. И как бы там я и попал в эту всю стихию. И начал впитывать, впитывать, впитывать. Работал и днями, и ночами. Слушай, ну ты влюбился… Я влюбился, наверное, просто в кулинарию. Когда? Когда учился или на практике? Наверное, еще до учебы. Я как бы у меня там были какие-то задатки. Я понимал, что мне это нравится. Я хочу это попробовать. Ну, а дальше я просто в этом убедился. Надо, чтобы шкарлупа же не попала, да? Или оно там перебьется, не будет слышно? Нежелательно. Слушай, ну, а в ресторане, если попадется, ничего страшного? В ресторане это очень страшно. Да. Ну, мало ли, что не заметят. Сейчас он вот туда булькнет, да? Так, буй с булькой, давай. Нет, так оно со шкарлупой булькнет, да? Нет, фиалку одену, чтобы я смог убрать что-то, если булькнет. Вот теперь смотри, когда уже есть подстраховка, уже не так стрёмно. Видишь? Так, все, смотри. Оп. Смотри, как идеально. Так, цедру. Соус мы добавили, ворчестер мы добавили, да? Да, все добавили, это я помню. Слушай, мне это напоминает заправку к соусу «Цезарь». Оливковое масло, там майонез, там сырое яйцо, здесь вареное. Там оливковое масло взбивается с желтками, и там ты делаешь майонез, именно в процесс эмульгации от начала до конца, и добавляешь уже, что дальше добавляешь в «Цезарь»? Чеснок, анчоусы, тот же ворчестер, но не тунец, там нет тунец, точно. А, я забыл, что у нас здесь тунец. У нас есть здесь еще красный лук, у нас здесь есть еще каперсы, туда каперсы. Идут, чуть-чуть добавляют. Возможно. Можно сказать, сколько шефов, столько и рецептов, да. Больше? Весь собираем? Давай весь, да, больше. Вот это вот класс. Лайм классный, свежий. Да. Аромат. Смотри, так уже аромат пошел, с затеркой не видно, как я собираю, смотри. Добавляем лайм, все. Взбиваем. Взбиваем. По нужным блендером. Ту-дум-дум-дум-дум-дум-дум. Оп. Мы должны из него сделать однородную массу. Однородную массу. Сейчас мы еще подперчим и добавим кориандр. Вот сейчас, когда у тебя уже есть стаканка с инстанцией, ты можешь уже немножко добавить. Добавить, да. О. Ну, если я правильно понимаю, она должна быть вообще однородная, 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 да? Да, да, да. Прям воздушная, воздушная, да? Ну, максимально чистая, скажем так. У нас не должны не попадаться ни какие-то зернышки, ни какие-то там кусочки чего-то. У нас должна быть идеальная консистенция соуса. Да. Запахи уже. Класс. Свежесть чувствуется? Лайм есть? Ну, я бы добавил, наверное. Вот попробуй. Да, я бы тоже. Лаймчик. Я думаю, этого будет как раз то, что нужно. Раз. Мы сейчас добавим этого чуть-чуть, да? Угу. Я еще добавлю. Давай. Добавляйте. Ну, вот мне не это. Не хватает. Но ты ж и должен пробовать на вкус, понимаешь? Чтобы не горчило. Может, там тебе и хватит. Восьми. Как правильно пробовать, скажи мне? Я бы пальцем залез. Берешь ложечкой и сюда себе на ручку делаешь. Мазочек. Вот так ты еще. Тык. Тык. Микробуй. Это вкусно. Перец. Но я бы добавил все равно еще. Добавляй. Когда ты его сейчас взбиваешь, видишь, он такой получается воздушный, классный, да? Но потом он немножко эту воздушность потеряет. Он осядет. Осядет. Да. И чтобы в ресторанах, да, чтобы оставить вот эту воздушность, либо наоборот ее больше прибавить, используются сифоны. И с такого соуса делается пена, эспума. Если ты используешь на профессиональной кухне сифон, то там особо важно тщательно перебить соус, потому что не пропустят просто сифон вот эти все крупинки, эти все штучки. Ну а теперь кориан мы тоже будем добавлять сюда? Добавим немножко по вкусу. То есть сейчас мы должны отрегулировать и по соли, и по перцу, и по всему? Сейчас тебе должно быть максимально вкусно. Но какие-то нотки вот ты сейчас еще добавишь. Хорошо. Тут очень много вкусов. Тут капец уже как вкусно. Я бы это уже ложкой ел. Перец нужен? Ну мне нравится, ну попробуй. Вот смотри. Мне нравится, я бы чуть-чуть перца добавил. Капец ты чувствуешь? Да. Да. Вообще просто. И давай немножко. Сразу? Кориандра, да, сразу добавим. Очень важно специи использовать максимально свежемолотые. Свежемолотые. Да. Я даже рассказывал на своем канале, я даже перец, перед тем как его омолоть, обжаривая на сковородке, он тогда становится... Да, это правильно. Перед тем как готовить что-то со специями, это действительно их круто на сковородке. Прогреть? Тепло, да, открывает их все прелести. Перейди, по сути, у нас запеченное мясо, зелень перебить с маслом и подготовиться к презентации и все. Подготовиться к презентации, а потом еще презентация. А потом еще заматываем. Вот. Сколько взбивать еще? Все, хватит. Все? Ура! Теперь вот это нам нужно переместить в какую-то другую емкость и в этой же чаше сделать зеленое масло. Какую? Любую. Растительное масло. Сколько? Все? Все, да, давай все. Чтобы лучше сбилось, нам надо большее количество. Просушить петрушку. Оп. Положи слой сверху. А теперь надо еще, наверное, скрутить в трубочку. Правильно. Скрутить плотно в трубочку. Все влагу салфетки заберут на себя. Слушай, ты вообще сам готовишь на кухне или ты только командуешь? В ресторанах в разных, да, кухня и процесс работы на ней построен по-разному. Какой-то ресторан может себе позволить шеф-повар одного уровня, какой-то может позволить шеф-повар себе другого уровня. И сама кухня, она строится по-разному. Где-то на маленьких кухнях все процессы перемешаны и все повара друг с другом пересекаются, да, друг друга подменяют. А где-то кухня разделена уже на процессы. В нашем случае кухня разделена на процессы и каждый стоит на своем месте. Также есть раздачник. Это человек, который работает на раздаче, собирает и выдает блюда. Я не стою на процессе. Я смотрю на это все извне. Потому что, участвуя постоянно в самом процессе, ты не будешь замечать многих деталей, которые ты можешь просто увидеть со стороны. Максимально внимание акцентировать на гостях, на их реакцию, общаться с официантами, общаться с администраторами, с менеджерами. Слышать гостей и контролировать этот момент, нравится ли им вообще, в принципе, наша еда. Нет шефа без су-шефа. То есть, вот на ком висит... На су-шефах? На су-шефах, да. Сколько у тебя су-шефов? У меня один, но она стоит двоих. Да? Окей. Да. Как ее зовут? Нармина. Нармина. Привет. Привет, Нармина. Смотри, достаточно ли еще? Достаточно, да. Теперь туда? Совсем? Хорошо. Теперь мы это все перебиваем, но изначально мы это все бланширули. Что такое, расскажи, процесс бланширования и зачем мы потом останавливали в холодной воде? Бланширование, да, бланшировка, это техника обработки кипятком продукта. Агрессивно, так как кипяток. И зачем в холодную воду? Для того, чтобы процесс, собственно, остановить. Допустим, ты перед тем, как поджарить спаржу, да, из парагуса, тебе нужно его, если ты его просто поджаришь, ты его не приготовишь. Он либо будет уже внешне пережаренный, да, либо сначала ты его бланшируешь, а потом поджариваешь и он у тебя идеальный и внешне. То есть приварить, грубо говоря, да? В данном случае, в данном случае петрушка сохранила цвет, но немножко приготовилась. Когда ты начнешь перебивать масло с петрушкой, будет легче соединиться двум текстурам. Вот так. Ага, я понял. Окей, поехали. У нас мясо закипело в духовке. Выключаем? Выключаем. Достаем? Достаем. Все. Подождите. Теперь нам нужно полотенечко. А развернуть мясо ты хотел? Красивенькое, да. Так, разворачиваю мясо. Разворачиваем мясо. О, отлично. Пахнет офигенно вкусно. Его просто так можно уже кушать. Оно полежало, отдохнуло. Все, у тебя соус есть в принципе. Полил и поел, да? Это и есть витало Тоната, да? Да, да, почти. Почти все. Чего не хватает? Мясо у нас остается. Остывает. Дальше что мы делаем? Нам нужно сито. Такое у нас есть крупное. Отлично, дает, да. Идеально, да? Таким образом ты выливаешь сюда масло, заворачиваешь полотенце и выжимаешь. Понял, да? Оп. 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 Все это на меня. Чик. Чик. Чирик. И посмотри, какая у тебя красивая там. Да. А теперь, а у меня руки покрасятся? Немножко. Не так, как зеленка. И необычная. А что с ним теперь делать? Нафига это нам нужно было? Слушай, больше было контраста на тарелке. Я понял, я понял. Ну и вкусно. Можно делать из укропа, из шпината, из базилика. Что мы делаем дальше? Дальше мы делаем салат. Миска нам нужна. Такая подойдет? Подойдет, отлично. Смотри. Подойдет, да. Сюда мы высыпаем наш монгольник. Добавляем туда черри, порезанный на 4 части. Можно и на 6. Оп. Оп. Отлично. Ты видишь, как у меня все? Я на опыте. Возьмешь к себе су-шефом? А что для этого нужно вообще? Скажи, вот ты со мной уже, вот смотри, сколько. Целых полблюда. Для этого нужны навыки. У меня их вот так. Навыки и в готовке, и в общении с людьми, и в постановке работы, в командовании людьми. Ну вот. Ну, конечно, ты можешь попробовать. Конечно. Когда приходить, скажи. Хоть завтра. Все, я завтра, завтра я занят, завтра не могу. Завтра пятница у нас, ты придешь и... И уйдешь? Через час уже уйдешь, да. Ты меня не знаешь. Это будет слишком сильно для тебя посещение. Давай, слушай. Слушай, да. Реально, можно попробовать один день на кухне? Можно. Можно и не один. Можно и два. Можно и три. Мне интересно было побыть на кухне поработать. Посмотреть, что ты делаешь. Я пойду. Ждите. Ждите скоро. Интересно. Что дальше делаем? Оливковое... О, у тебя есть трюфельное, да? Да. Давай трюфельного масла добавим. А может туда еще чуть-чуть бальзамика? Можно. Отлично было. Немножко подперчим. Оп. Капелюшечку так вот. Оп-оп. Да. Нашу стружку тунца. Это чтобы подчеркнуть рыбный вкус в нашем блюде. Так вот это даже перемешивать не надо. Его можно прям вот в таком состоянии и выкладывать на презентацию. Если ты перемешаешь, оно немножко постоит туда-сюда, пока вынесут это все. Там есть соль. Соль, мы уже говорили. Что? Да, выделяется. Все. Что делаем? Отлично. Режем мясо. Как можно тоньше, я понимаю. Как можно тоньше. Чтобы в домашних условиях получилось максимально мягко, можно использовать вырезку. Вот здесь вот уже смотри. Такое розовое, сочное, такое тонкое-тонкое-тонкое. Смотри, давай расскажем нашим подписчикам, почему мы режем максимально тонко. Зачем это нужно? Потому что в этом блюде тонко нарезанная терятина должна быть. На профессиональной кухне это все делается слайсером. Чтобы было максимально нежно, да? Максимально нежно, да. Мясо тает во рту тогда, под соусом еще. Смотри, достаточно нам этого? Достаточно. Ну все, презентация? Да. Разрезаем наши капельсы вот так вот, наискось, красиво. Подожди, вторую я. Давай. Это значит моя. Это твоя? Я повторяю точно так же, как ты, да? Ты можешь делать так, как я, а можешь делать и свой вариант. Не, я... У меня своего варианта нет. Я буду смотреть, как делаешь. Я добавлю сюда посерединке немножко масла. Подожди. Так, есть. Дальше. Посередине даю этот соус. Две ложки, да? Да. Главное, чтобы оно не капало. Выкладываем сбоку наш салатик. Угу. Окей. Отличненько, да? Да. Теперь берем наши кусочки и выкладываем вот так вот. Можно я без пинцета? Я думаю себе руками. Раз. Два. Три. Брызгаем это все еще оливковым или трюфельным маслом. Оливковым с трюфелем. Выкладываем наши каперсы и микрогрин. Максимально как-то так красиво. Во! Да. Все? Все. Вуаля. Ну, блин, красиво. Друзья, 69 минут, но это мастер-класс. Спасибо. Выглядит это очень круто. Я никогда так не делал. Проверим, насколько это вкусно. Давай. Ну что, пробуем? Пробуем. Да. Дуже добрый, да? Не то слово. Я бы ел и ничего не говорил. Друзья, то, что особенно я приготовил сам лично, это добавляет и, наверное, мне так точно еще вкуса. Но мне же интересного мнения шефа. Насколько хорошо у меня получилось? Ну, все сделано достаточно неплохо, скажем так. Но опыт есть опыт. То есть, в следующий раз ты сделаешь лучше. А что не так было? Через раз. В принципе, все так. Процессы происходили правильно. Время. А, слишком долго. Слишком долго. То есть, это можно приготовить быстрее? Это можно приготовить гораздо быстрее. Да. Окей. В следующий раз я постараюсь это сделать точно быстрее. Но, ребята, даже сегодня мы на это потратили всего лишь 69 минут, потому что мы учились, мы пробовали первый раз приготовить это блюдо. Но ради такого вкуса этого времени не жалко. А сколько времени уходит на то, чтобы приготовить такое блюдо в ресторане? Чтобы приготовить это блюдо в ресторане, уйдет немножко больше времени, так как для приготовления самого мяса используется технология сувид. Мы варим мясо в сувиде при определенной температуре на протяжении двух часов. Потом это мясо остывает, мы его нарезаем тоненько на слайсере. Ну и, собственно, если ты придешь в ресторан и закажешь это блюдо, тебе его вынесут в течение 15-20 минут. Прикольно. Но, смотрите, мы посчитали и мы приготовили два блюда, но у нас осталось продуктов, чтобы собрать 5-6 порций. Общая порция всего нам обошлась 7 долларов 90 центов. Если это все разделить на 5 порций, то у нас получится, что одна порция стоит всего лишь 1 доллар 58 центов. 45 гривен. Да. Сколько будет стоить приблизительно такое блюдо в ресторане? В хорошем ресторане сегмента средний и выше это блюдо будет стоить где-то от 180 гривен. Ну вот, я думаю, и ответ на вопрос, стоит ли дома заморачиваться и попробовать приготовить это блюдо. Потому что, во-первых, это очень недорого, это безумно вкусно и относительно недолго. Я это блюдо точно буду готовить еще один раз и вам рекомендую. Но мне бы очень хотелось попробовать это блюдо в твоем исполнении, в твоем ресторане в Делине. Там, где я люблю не только обедать, но и ужинать и завтракать. Ну, у тебя будет такая возможность, в ближайшее время мы запускаем новое меню, обновление. Время от времени делаем это, стараемся под сезонность попадать. Я очень рекомендую, я очень люблю этот ресторан. Я точно уверен, что это вкусно и я точно приду попробовать это блюдо. С вами был Роман Чегло, Николай Карпенко, канал «Время, деньги, еда». Приятного аппетита. Спасибо. До свидания. Готовить может каждый. До свидания. До свидания.